Важные новости в июле 2022 года. Оформление паспорта, регистрация по месту жительства, сохранение денег от взыскания, повышение пенсии и еще много других тем обсудим сегодня в этом видеообзоре. Здравствуйте дорогие друзья! Вы на канале Приоритеты с юристом Евгением Корсакиным. Отдельное спасибо за ваши лайки и подписку на канал. Переходим к теме видео. Оформление паспорта. Срок оформления российского паспорта составит до 5 рабочих дней. Он будет одинаковым при подаче заявления по месту жительства и по месту пребывания. Регистрация по месту жительства. С 1 июля оформить регистрацию по месту жительства или пребывание можно в любом регистрационном органе муниципального района. В Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе на всей его территории. Сохранение прожиточного минимума от взыскания. С 1 июля должник может направить в банк заявление о сохранении на счете прожиточного минимума при взыскании. Эта сумма будет сохранена на одном из счетов. А при наличии иждивенцев можно увеличить размер остатка через суд. Раньше заявление можно было направить только приставу. Теперь защитить деньги можно и в том случае, если исполнительный документ передан взыскателем напрямую в банк. Регистрация рождения по месту жительства. Рождение младенца можно регистрировать и по месту жительства родителей. Даже если фактически он родился в другом населенном пункте. Раньше регистрация возможна была только по месту рождения. Теперь родители могут выбирать и будет меньше погрешности в статистике, даже если нет роддома. Место рождения все равно можно указать то, где живет семья. Это касается только детей, рожденных в России. На льготы и выплаты обычно влияет не место рождения, а место жительства. Установление инвалидности. Итак, медико-социальная экспертиза может приходить очно или заочно. Форму и дату можно выбрать по желанию. Заочная экспертиза проходит без опроса, осмотра и обследования на основании медицинских документов. Иногда экспертиза будет очной, без права выбора. Например, если нужно обследование или есть вопросы к достоверности данных. Позволю себе сделать небольшое отступление и пойдем дальше. Друзья, еще больше новостей на нашем телеграм-канале «Приоритеты». Обязательно подпишитесь и следите за новшествами в законодательстве. Ну а я перехожу к следующему пункту. Повышение пенсии. Военным пенсионерам повысили пенсии на 10%. Это произойдет с задним числом, с 1 июня. Предыдущая индексация коснулась только гражданских пенсий. Новый налоговый режим. С 1 июля в Москве, Республике Татарстан, Московской и Калужской областях проводится эксперимент по введению автоматизированной упрощенной системы налогообложения. Ее смогут использовать организации и ИП, которые находятся в этих субъектах. Имеют доход не более 60 миллионов рублей за год и штат в пределах 5 человек. Расчетный счет должен быть в банке и с утвержденного перечна. Налог с доходов составит 8%. С доходов за вычетом расходов 20%. Но не менее 3% от доходов. Все расчеты налогового произведет автоматически. На основании данных от банка и через кассу. Получится отчетности минимум. Школьникам. Второй этап записи в первый класс. С 6 июля по 5 сентября этого года можно подать заявление для записи ребенка в первый класс. Не по месту прикрепления. В 67 регионах будет работать онлайн-сервис на госуслугах. Решения о зачислении принимаются в течение 5 рабочих дней после подачи. Если в школе есть места. Индексация тарифов на коммунальные услуги. Тарифы ежегодно повышаются с 1 июля. О индексе по регионам устанавливают правительство. Для Удмурдии это 3-4%. Для Кировской области 4%. Для Москвы 6%. А полный список ищите в интернете. Карта болельщика. Считать заявление можно с 14 лет. На детей младшего возраста карту оформляют родители. После подачи заявления нужно подтвердить личность в МФЦ. Льготная ипотека. Как уже известно, ставка по льготной ипотеке снижена с 9 до 7%. Такой кредит на новостройку или строительство дома могут взять граждане России, независимо от наличия детей. Льготную ставку можно сочетать с рыночной. Дорогие подписчики, все мои контакты и ссылки на соцсети есть в описании к видео. Расставляйте приоритеты правильно. Сначала знания, потом действия.